Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Суперлиги сложились неудачно. Сначала поражение на Сахалине, потом уступили Спартаку из Владивостока. 70-91. Вся игра проходила по сценарию приморской команды. Они постоянно вели в счете. Самара иногда подбиралась к ничейному результату, но все усилия оказались тщетны, а концовку волжане вообще провалили. В итоге Спартак победил с разницей в 20 очков. В результате неудачной выездной серии Самара пятая в Суперлиге. Сахалин лидер. В Дании завершился чемпионат мира по прыжкам на батуте. Соревнования, отбор на Олимпийские игры. Медаль удалось завоевать и спортсменам Самарской области. В командных соревнованиях тольяттинцы Михаил Мельник и Андрей Юдин стали чемпионами мира, обойдя соперников из Китая и Белоруссии. В индивидуальных прыжках Юдин, самый молодой финалист, выиграл бронзовую медаль. Кроме этого он получил именную лицензию на участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В Люксембурге самарский пауэрлифтер выиграл чемпионат мира. Супертяжеловес Андрей Коновалов оказался самым сильным среди спортсменов, представляющих 17 стран. В сумме трех упражнений приседания, жим лежа и становая тяга Коновалов поднял одну тонну и 177,5 килограммов. Андрей обошел ближайшего соперника американца Блейна Самнера на 12 килограммов 500 граммов и стал двукратным чемпионом мира. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.